Мы знаем, вы слушаете радио Болткома. Как встретились, так и поговорили. Я хочу, используя эфир, радио, которое я слушаю всегда здесь, в Латвии. Интересные люди, случайные встречи, неожиданные интервью. Знаете, что самое страшное? Самое страшное – это начать бояться. Для хорошей беседы не нужен повод, и время не имеет значения. Но место встречи изменить нельзя. Спасибо, ребят, очень круто. Наконец-то высказался, что так. Только на Радио Болтком в любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Добрый день всем, кто нас слушает. Сегодня 24 мая, день славянской письменности. И гость эфира Радио Болтком у нас сегодня ученые с мировым именем, ведущий специалист в области истории и культуры Древней Руси и человек, совершивший сенсационное открытие и разгадавший загадку слова о полку Игореве, профессор Александр Николаевич Ужанков. Здравствуйте, дорогой Александр Николаевич. Добрый день. Очень рад вас видеть и слышать. Спасибо, что вы выбрали время для беседы на нашем латвийском радио. Этот эфир проходит в рамках проекта «Культурная линия». Совместно с нашими коллегами-журналистами из медиаклуба «Формат А3» мы анонсируем эфир заранее. Журналисты присылают нам вопросы. У нас вопросы из Литвы, из Беларуси. Наши латвийские журналисты очень активно подключаются. Веду эфир. Я Ольга Авдевич, со мной в студии моя коллега-журналист Наталья Захарьят. Здравствуйте. Да, и мы знаем, Александр Николаевич, что вот буквально вчера, накануне Дня славянской письменности, вы представили свою новую книгу в Ярославле. Вот расскажите, у нас очень много вопросов, и Александр Николаевич, он человек академического склада, учёный, профессор, но мы попробуем в рамках маленького эфира всё-таки пробежаться и сжато затронуть разные темы. Вот ваша книга, ваше открытие, и как вы вообще объясните современный интерес к слову о полку Игореве? Вот кто нас смотрит сейчас на экране, мы можем видеть эту книгу. С одной стороны, вот век космических технологий, с другой стороны, древнеславянская письменность. Вы знаете, ну, наверное, мы просто из другой эпохи, я имею в виду старшее поколение, поэтому у нас отношение к тому культурному и духовному наследию, которое есть совершенно иное, нежели у современной молодёжи. И это, собственно, и показывает моя вчерашняя поездка в Ярославль, где в единственном, вот в России, музее «Слово полку Игореве» была представлена эта книга. Потому что в прошлом году это невозможно было сделать из-за пандемии. Я им очень обещал, что первая презентация книги будет именно там. И на удивление, хороший был такой майский, солнечный, тёплый день, но было очень много людей, что меня удивило, сразу скажу. И молодёжь была, и задавали очень много вопросов, и очень интересная произошла такая беседа. Но вот почему интерес к Древней Руси? Знаете, я бы сказал так, у кого-то он остаётся, у кого-то, может быть, он ещё и не проявился. Скажем, у студентов ранних курсов, такого вот прежнего, как это было в моё время, такого интереса, увы, к сожалению, я сейчас не наблюдаю. Но, правда, не на всех факультетах. То есть на каких-то факультетах, если такая специальность есть, история или филология, интерес это, конечно же, сохраняется. Но для других этот интерес гораздо меньше. Помните, когда-то в литературной газете, ещё в 70-е годы, была такая дискуссия физиков и лириков. Кто лучше знает литературу? Где больше поэтов? Мы ведь знаем, что в литературу приходили люди не только из литературного института. Были и врачей довольно-таки много, особенно сатириков почему-то много было. Среди врачей и физики были непосредственно, и математики. Ну, чёрт, далеко ходит тоже Солженицын, Александр Савич. Ну и, в общем-то, многие другие представители профессии приходили в литературу, потому что очень много читали. Потому что русская литература, её можно назвать действительно учебником жизни, она давала человеку пищу для сердца и ума. То есть это и нравственный учитель, это и учитель-интеллектуал, поскольку многие произведения, ну, тоже «Преступление и наказание» просто так не прочитаешь. Или «Мастери Маргарита», потому что там удивительные трёхуровни постижения этого произведения, и не только один сюжет привлекает. Что касаемо слова «Полка Игоря», я хотел бы сразу сказать, что я никогда не ставил перед собой задачу открыть автора слова «Полка Игоря». Да и вообще слово «открыть» мне не нравится. Или «найти» тоже мне не нравится это слово. Найти можно то, что потерял. В данном случае, наверное, разыскать, отыскать или лучше всего установить автора слова «Полка Игоря». И, ну, просто действительно за обиду, то есть за державу обидно, как говорил известный киногерой. Понимаете, что здесь, пожалуй, главное? Почему прежде не удавалось, а вот сейчас удалось это сделать? В 1995 году в Пушкинском доме вышла такая пятитомная энциклопедия «Слово полку Игоря» под редакцией Лихачёва. И, казалось бы, были подведены итоги двухсотлетним исследованием слова, и, казалось бы, уже теперь ничего нового сказать невозможно. И вот тут-то, собственно, и стало как-то обидно за этот действительно выдающийся памятник, потому что, как, ну, вот, наверное, лет 20 назад какой-то был сделан опрос, и оказалось, что слово полка Игоря самое известное в мире литературное произведение. Может, не все его читали, не его все не изучали, но все о нем слышали, во всяком случае. Поэтому оно самое известное оказалось. И вот получается так, что произведение есть, а автора нет. И мы как-то уже даже с этим согласились. Но если подойти совершенно по-другому к этому произведению, ну, что я имею в виду? Обычно, когда пытались назвать автора, я именно употребляю такое выражение, пытались назвать, то исходили из посыла, а кто бы мог написать? То есть мог Аврул, который помогал, Конюши помогал бежать Игоря из полосов? Мог. Мог священник, который исповедовал Игоря в плену? Мог. Мог сам Игорь? Мог. Могла жена его, Ярославная? Могла. Мог братья Ярославная, Владимир Ярославович? Мог. Мог киевский князь? Мог. И так далее, и так далее. Если мы посмотрим, и в книге я об этом пишу, приблизительно, наверное, около 70 исторических имён, которые, по-моему, всё уже перебрали, по летописям все имена перебрали, и каждый исследователь или любитель слова пытался отстоять свою точку зрения, что вот этот замок теоретически мог, но это не посыл, потому что если мы всё-таки признаём, что это высокохудожественное, гениальное произведение, оно таким и является, то это не может быть автор одного произведения, потому что это вершина в любом творчестве. Как литературовед, занимающийся литературой уже более 40 лет, я могу сказать, что вот просто так, на пустом месте, такие творения не появляются. Значит, у этого писателя должны быть другие сочинения. Может быть, мы их даже знаем, но только мы не догадываемся, что это произведение того же самого автора. И вот нужно не только поставить это во главу угла, нет, ни в коем случае. Нужно просто разбирать эту проблему в комплексе. То есть посмотреть, вот у нас есть три произведения, две летописные статьи о походе Игоря и само слово полка Игоря. Но у нас до сих пор, оказывается, не была выстроена хронология. Почему-то априори считали, что слово написано раньше. А потом две летописные статьи. Ну, потому что это все дебра. И вот это-то вводило всю мятицу в построение, научное построение, хронологии появления тех или иных рассказов о походе Игоря Святославина. Александр Николаевич, получается, что вы просто провели такое научно-историческое расследование. И вот в итоге, вот скажите нам, кто автор слова о полку Игореве по итогам вашего исследования? Автором слова о полке Игоря является игумен киевского, выдубецкого монастыря Моисей. Он был участником этого похода, о чем он пишет и в летописной статье, которая вошла в его летописный свод, который он составлял в 1199 году. И автор слова о полке Игоря тоже говорит, что он участник этого похода. Есть свидетельства. Но маленький выдубецкий монастырь, который в одно и то же время, это 1200 год, слова о полке Игоря не могло быть написано раньше, написано именно в выдубецком монастыре. Значит, два автора не могли, два гениальных автора, потому что Моисей был изумительный совершенно писатель для своего времени. Так вот, получается так, что в одно и то же время, якобы, но я могу допустить, отработали два писателя, участника этого похода. Но если мы вспомним, что после этого похода спаслись всего лишь 16 человек или даже 15 по некоторым летописам, то понятно, что по теории вероятности это не два человека, а это один. Ну а потом, когда я уже просвеживаю литературную манеру и стиль Моисея и автора слова о полке Игоря, оказывается, что в поэтическом плане, вот по своему поэтическому дару, один другому не уступает. Ну и скорее всего, что это и есть один и тот же автор. И еще мы посоветуем нашим радиослушателям посмотреть, есть в Ютубе документальный фильм, который при поддержке Министерства культуры сделан с вашим участием, с очень интересными таким, с вкраплениями мультипликационными, который рассказывает именно об этом вот расследовании, как код да Винчи раскрывался и как профессор Ужанков раскрывал дату автора и место создания слова о полку Игореве. Скажите, пожалуйста, вот все равно это памятник русской цивилизации, вот мы говорим о том, что это самобытная русская цивилизация, но многие отрицают это, говорят, что нет такого, этого не существовало, что это может быть какая-то недо Европа или Евразия или западная часть Востока, а вот вы, как ученые, работающие с этой темой, как отвечаете на такие утверждения? Здесь нужно просто смотреть, откуда направлен взгляд на русскую цивилизацию, ведь европейцы традиционно считают, что были всего лишь две христианских цивилизации, это греческая цивилизация, начавшаяся с античности и погибла в Византии в 1453 году, ну и, собственно, и закончила история этой цивилизации. Ну и первая цивилизация, по сути дела, это римская цивилизация, поскольку именно в римской тогда провинции Палестине и родился Иисус Христос, но в собственное время христианство становится государственной религией, и, по сути дела, эта римская, католическая, латинская цивилизация, она длительное время доминировала, по сути дела, до распада Священной Римской империи на отдельные государства, на вот те государства, которые сейчас сложились постепенно в Европе. Ну и понятно, что был такой не хрестоцентризм, который должен был, по идее, в христианской цивилизации, а был такой европоцентризм. Вот если ученые исповедуют вот этот самый европоцентризм, тогда они скажут, что это периферия, действительно, это совершенно другая цивилизация, или, может быть, даже отсутствует. Но если мы посмотрим, как формируется цивилизация, в основании любой цивилизации есть четыре таких столпа. Это первая вера, конечно, в русской это православная вера, чем она отличается от католицизма, это понятно, потому что уже католики не будут ее воспринимать, ну, исторически, как это было. Второе, это язык, церковнославянский язык, который объединял не только восточнославянские племена, но и южные, балканские, то есть я имею в виду и сербов, и болгар, они тоже сюда входят, в этот ореол церковнославянского языка. Это своя самобытная история, и что неволомажно, если две, вот предыдущие, которые назвал цивилизацией, они начинали с античности, потом приходили к христианству, а затем секуляризационное сознание, собственно, разваливало эти христианские цивилизации, то у нас начиналось все наоборот. То есть русская цивилизация начинается складываться с принятия христианства, то есть с конца X века, ну, а потом, когда уже произошла схизма, 1054 год, то понятно, что это уже будет разделение, очень серьезное разделение этих христианских цивилизаций на католическую латинскую и на русскую православную церковно-славянскую. Вот первоучители и славян, Кирилл и Мефодий, они-то, собственно, и создают эту азбуку, на котором будет проповедоваться христианство в южных и восточных славян. Ну и самобытная, вот четвертый камень, это самобытная культура, сюда можно внести и литературу. Кстати сказать, вот если западноевропейская и греческая литературы, опять же таки, исходят из античности, то русскую православную создают те писатели, которые позднее будут причислены к рику святых. Вот ни одна литература мира не имеет такого духовного основания, как русская. То есть и здесь же коренное различие тогда, если западноевропейская культура стремится к построению счастья, благополучия, то есть она эвдемоническая, то русская культура, она сатарологическая, поскольку ее закладывают святые, поэтому в центре внимания будет душа человека, а не материальное положение. Александр Николаевич, вот у нас вопрос про Владимира Познера. Недавно на многих новостных сайтах прошла такая информация с броскими яркими заголовками, что Познера, оскорбившего православие, поймали на ошибке. Если кликнуть туда на этот заголовок, то выясняется, что поймали его именно вы. Расскажите, почему вы решили вмешаться, и что это за ошибка? Опять же, таки, за державу обидно. Понимаете, когда человек, который имеет, во всяком случае, в масс-медиа значительный авторитет, потому что давно уже работает, в том числе на Первом канале у нас в России, и делает такое, в общем-то, заявление, принадлежа в определенной степени той самой русской культуре, то просто диву даешься. Но, опять же, такие заявления ни на чем не основанной. И, более того, даже свидетельствует о том, что уважаемый кем-то журналист перетасовывает факты. Или, во всяком случае, для меня, как историка, как для ученого, факт — это одно из важнейших инструментов выстраивание той или иной концепции. И, соответственно, нужно подкреплять свои какие-то высказывания этими фактами. Если же он говорит, что, скажем, протестанты лучше живут, католики живут чуть похуже, православные еще хуже, опять же-таки, тот самый эвдемонический подход, обратите внимание, о котором чуть выше говорил. Но он не учитывает одного очень важного факта, что Владимир Святославич, выбиравший христианство, он не выбирал среди католиков, протестантов, которых еще в помине были, потому что протестанты появятся только в средние века и православных. Он выбирал между мусульманами, иудеями и христианами. То есть, понимаете, это невежество, извините. То есть, вот такие делаются заявления. А молодежь-то, услышит, и молодежь это подхватит, и она понесет дальше, она же не будет углубляться и разбираться, между какими религиями выбирал Владимир Святославич. То есть, это не просто искажение факторов, и не подтасовка фактов, а это просто измышление. Александр Николаевич, вопрос от латвийского журналиста Натальи Лебедевой. Сегодня усиленно разбивается, а по сути уже разбито, три единства Древней Руси. На Украине сложная ситуация, Белоруссия убеждает, что они особая нация, а не третья составляющая восточных славян, потомков Древней Руси. Что делать, чтобы эти осколки соединить воедино? Соединить вновь? Опять же таки обратите внимание на историю. Сейчас история, пожалуй, больше всего подвергается или такому довольно-таки серьезному идеологическому давлению и начинается подтасовка каких-то фактов или измышлений. То, что мы видим сейчас на Украине светет пышным цветом, потому что исторические источники умалчиваются или замалчиваются, о них стараются не говорить, но в то же время возникают новые легенды или новая интерпретация событий. Дело все в том, что не было ни украинцев в 11-13 веках, ни белорусов не было, были восточные славяне. Были восточные славяне, которые объединились единой верой в конце 10 века. Кривити, Родимичи, Северяне, Дреговичи, так сказать, и так далее. Вот эти отдельные племена, приняв христианство, тогда еще даже не православие, но христианство восточного братства из Византии, они стали называться русскими. Почему была и Древняя Русь, и как единое государство. Она называлась русская земля, потому что Киевская Русь, в принципе, это название, которое дали ученые в 19 веке, потому что такого самоназвания у древних славян не было. Но вот русская земля, это было такое название, и в русскую землю входили вот те самые огромные территории, по сути дела, от Азовского и Черного морей до Северного Ледовитого океана, а на западе, как это говорит митрополит Кирилл в слове о погибели русской земли. Русь граничила и с чехами, и с ляхами, то есть поляками, и с немцами, и прочерчивается, по сути дела, граница между православными и католиками. На Востоке между православными и язычниками. Это меч, чуть и так далее, и так далее. То, что племена, которые жили по Волге. И вот в слове о погибели русской земли, написанное перед нашествием монголо-татарского вот этого монголо-татар нашествия, собственно, и показывало, что русская земля это православный язык. Потому что в православии нет ни как и в христианстве, ни римляна, ни эллина, ни уйдея. То есть вот все восточные эти славяне, народности объединены одним, чем вера. Не случайно, что в многих памятниках и говорится за землю русскую, за веру православную или русский и православный, об этом много говорил, даже у вас и говорю постоянно. Единственная синонимическая пара в Древней Руси это был русский и православный. То есть это не столько, хочу подчеркнуть, какое-то этнографическое или национальное определение, сколько конфессиональное. Поэтому все те восточные славяне, которые проживали на территории нынешней Украины и Белоруссии, это все были русские. Потому что это была действительно русская земля, русская земля уже зашеломянем и си, в том же словополку Игоря говорится, и не было никаких этнических различий. Все объединялось в православие. То есть если мы будем помнить об исторических своих корнях, у нас не будет никакого деления. Смотрите, что происходит сейчас на Украине, если говорить с идеологической точкой зрения. По сути дела, это попытка построить свою украинскую цивилизацию. Исходим из чего? Нужно показать, что украинский язык, это самобытный язык, древний язык. На самом деле украинский язык разговорный появляется во второй половине XIV века, а уже громатически закрепляется только в конце XIX, начало XX века. То есть это самостоятельно? Нет, это было южно-русское наречие русского языка. Об этом академикам шахматов писал, и даже в большой циклопедии Брагауза и Фрона довольно-таки подробно написано. Значит, что происходит еще? Значит, язык самостоятельный, теперь вера. Вера, вот ни в коем случае, чтобы не было это московский патриархат. Вот что угодно. Лучше умню, конечно, так сказать, чтобы подойти под Папу Римского, тогда уже от русских совсем полностью отделимся. История. Теперь посмотрите, что делается история. Ну, самая древняя нация в мире, это, конечно, Украин. От них происходит, ну, я, естественно, с Иронией об этом говорю, от них происходят все, так сказать, вот другие народы. Опять же, такие, истории, зачем нужна другая, чтобы отделиться от русских, а еще лучше сделать небольшую войну, то есть показать, что мы не братья, а мы антагонисты. Ну, и культура, опять же, таки, показать, что культура самостоятельная, что она не имеет ничего общего с русской культурой и так далее, и так далее. То есть, смотрите, мы наблюдаем попытку в настоящее время, попытку молодого народа, если так можно выразиться, выстроить свою историю, которую выстраивали народы постарше еще в Средневековье, как минимум, да, вот там, в 14-15 веках, когда, собственно, устанавливалась нация, национальное государство, язык, самоидентификация этих народов и так далее, и так далее. Вот что происходит на Украине. В Белоруссии пытаются сделать то же самое. Проект Украина чуть-чуть, ну, прошел дальше вот в своем развитии, нежели Беларусь, но, так сказать, вот в Белоруссии попытка то же самое сделать. Да, вы не русские, но это нужно сказать, что вы не православные. То есть, если пройдет или произойдет предание, то есть, вот, предают свою веру, я имею в виду вот это вот, предательство, если произойдет вера, да, тогда они могут превратиться в кого угодно. Но, скажем так, когда нынешний президент Зеленский заявляет, что они центр Украины, это опять же такие, или неграмотные, то есть, центр Европы, то есть, это элементарная неграмотность, то есть, незнание истории и географии, потому что, ну, Монороссия или восточные славяне, так сказать, то, что, как он должен был узнать, они никогда не были в центре Европы. И поэтому, если они в центре Европы, тогда получается, а не Франция, Германия, они где-то, где находятся, это где-то на периферии. Но, собственно, слово Украина или окраина, оно ведь тоже происходит из, ну, исторически, не так сложилось. Это Франок впервые появляется, если не ошибаюсь, по 1185 годам Галецко-Волынской летописи, но оно просто обозначает, как Украину Галецко-Волынской земли. А уже Украина, как территория с определенным населением, это появляется название, когда правобережная часть входила в состав польско-литовского государства Речи Посполитой. Вот, собственно, поляки и назвали Украину Украиной. Так что это не русское название, это как раз традиционно польское название этой территории с православным народом. Но вот самое главное, что, так сказать, не предавали веру. Сегодня у нас день славянской письменности, и, в принципе, славянские племена были объединены славянской речью и восточнославянские, и южные. Почему, на ваш взгляд, вот, братья-славяне не сохранили добрые отношения? А сейчас вообще это происходит такое напряжение. Посмотрите, Польша, Чехия, Украина очень враждебно настроены по отношению к России. Ну, вот, сейчас, как мы видим, вообще наблюдается во всем мире религиозная нетерпимость. И, если вот, опять же-таки, посмотреть исторически, то получается, что только православие самая толерантная религия. Потому что православные не вели религиозных войн. Никогда. То есть, мы не можем назвать ни одной войны, которую русские православные вели бы. Религиозную войну, я подчеркиваю. Что касается католиков, поляков, они всегда относились враждебно к православным русским. Это исторически. Если мы посмотрим за последние 500 столетий, мы это будем наблюдать в несколько раз в век какие-то или столкновения, или стычки были. Я уже не говорю о том, что поляки приходили сюда и пытались установить свое владычество, вспомнил смутное время, на Руси. Это одна история. Чехии, они больше тяготели к немцам, больше тяготели к протестантам, а как же-таки другая вера. Что касается Украины, мы наблюдаем то, о чем я уже только что сказал, уход от православия. Но должен заметить, что и центральная восточная часть нынешней Украины, она православная. Они-то как раз не принимают ни Томас, ни верховенство Константинопольского патриарха. Они остаются в лоне Украинской православной церкви, которая принадлежит московскому патриархату. Но она сама, она сама управляемая, эта церковь. Это тоже владыка Ануфрий, удивительный совершенно человек, удивительный митрополит, который собственно и держит эту церковь. Получается, смотрите, мы этого может быть не замечаем на бытовом уровне, но это разрез именно духовный, потому что русские, почему они были всегда загадочные, потому что непонятно было их жизненное устремление. Вот если американская мечта, это понятно, быть богатым, занимать высокое положение в обществе, там и так далее, и так далее, то на Руси это никогда не ставилось как смысл человеческого бытия. Вот в общем все и дело. Поэтому если украинцы хотят быть европейцами, то обратите внимание, они же хотят быть европейцами не по своей культуре, а по своему благополучию. И почему все скатывается к обсуждению того, как они живут и какую материальную помощь Европа должна оказать Украине. Понимаете, вопрос о культуре не стоит. И вот когда мы говорим о различиях вот тех, что вы назвали, народов, и почему противопостояли, почему белорусы не отсоединяются от России, почему бы, потому что там культурный вопрос, религиозный вопрос. Я тоже недавно был в Беларуси, и они меня, так сказать, породили, потому что, ну, мало того, что кто хочет говорить по-белорусски, он говорит по-белорусски, но для них родной же язык и русский язык, потому что два языка русских, русский и белорусский для них, родные, понимаете, и культура у них, ну, вот такая, в общем-то, русская православная. Я имею в виду русское в самом широком понимании. Александр Николаевич, а у нас вот вопрос как раз в продолжение темы от журналиста Елены Смеховой. А как нам в Латвии сохранять русскую культуру и русский язык, когда это не приветствуется и ущемляется? Вот что вы нам посоветуете? Вы знаете, вот кто у меня всегда вызывал восхищение, удивление и такую чистую человеческую благодарность, это вот русские люди, которые или перед Первой мировой войной, или же сразу после революции уехали в Аргентину, в Бразилию и сохранили, что удивительное, русскую культуру. Они, многие из них сейчас возвращаются в Россию, возвращаются не просто даже семьями, но целыми поселениями возвращаются. И они сохранили, да, среди них много староверов, это понятно, вот опять же таки, смотрите, вера на первом месте, среди них много староверов, они сохранили свои национальные костюмы, то есть вот, которые были до революции. Они уклад жизненный, они сохранили язык, очень интересный язык, потому что это несколько, по сравнению с нашим языком, он несколько архаичен, то есть это язык 19-го, начала 20-го века, но он изумительный совершенно. У них совершенно другая, ну мы бы сказали сейчас ментальность, то есть у них другое представление о жизни и так далее. Так вот, вы спрашиваете, как сохранить? Ну, во-первых, это семья, семья, если вы будете говорить с детьми, так сказать, в семье на русском языке, он будет сохраняться, дети будут питывать, внуки тем более, так сказать, вот нужна это. Второе, культура, это книги, прежде всего, конечно, книги, чтение книг, совместное чтение с детьми, так сказать, оно должно быть. Третье, это быт, уклад, то есть вот действительно показывать, что важно для человека, что важно для человека русской культуры. Того же Достоевского, если читать вместе, интерпретировать и показывать, что для Достоевского, кстати сказать, Достоевский точно так же думал, вот о чем я говорил, что русский и православный это синонимы. Не те писатели, но вот когда уже они были опубликованы, я это увидел и просто, так сказать, удивился, потому что к этому я пришел самостоятельно и вдруг увидел у Достоевского то же самое. И вот у нас сейчас в России есть такая вот такая тенденция делать поселение единомышленников. Ну это единомышленников многие уходят, сейчас уезжают из Москвы, из больших крупных городов, устраивают такие поселения, чтобы заниматься натуральным хозяйством, создавать свои школы, обучение, там, так сказать, как правило, это люди с высшим образованием вот уезжают и делают такие поселения именно единомышленников с тем, чтобы сохранить в том числе и культуру, чтобы, может быть, в какой-то степени удержать своих детей от интернета, от гаджета, и прочей напасти, потому что это не прививает культуру. Интернет не дает ничего. В интернете мы можем найти информацию, но мы не найдем в интернете знаний. Во всяком случае, нужно приложить огромные усилия, потратить много времени, чтобы из интернета получить образование. Ну такое, в общем-то, и не получится, я думаю. Да, какую-то информацию можно, но, так сказать, вот не знаний. Поэтому, прежде всего, повторяю, семья, второе, то, что вот может быть, это вот такие вот поселения. Я знаю, под Вильнюсом есть одно такое удивительное поселение, которым уже больше 150 лет, Михнова, которое, ну, просто, так сказать, это некий такой оазис русской жизни. со своей историей и со своим укладом вы можете туда проехать и удивиться. Это просто, так сказать, такой рай на земле. Спасибо. Газета «Сегодня». Видите ли вы признаки русского духовного возрождения? В чём они? Понимаете, вот если смотреть исторически на последнее, ну, скажем так, полтора столетия развития России, что стояло на первом месте в идее развития, да, экономическое развитие? Скажем, в конце XIX века Россия по экономике выходит на второе место в мире, по сельскому хозяйству на первое место в мире. Если бы не Первая мировая война, то к 20-му, 25-му году Россия это была бы супердержава в экономическом развитии, я подчёркиваю это. И, смотрите, кризис произошёл там, казалось бы, где его не ждали. Произошла революция. Почему? Потому что, опять же таки, оторвались от своих духовных корней. Вот устремились к такому тому самому благополучию земному, устарению земного рая, и начинается предательство, ну, по сути дела, своей культуры и своей духовной культуры, своей веры. Почему я говорю, что сейчас происходит возрождение? К чему вот Россия ринулась в 90-е годы? К тому же постояние экономического благополучия. В результате получился вообще обвал экономики, рыночная экономика пришла и получилось, что такой регресс и такое падение экономики, которое было в Советском Союзе и в России, так сказать, несопоставимо. Теперь смотрите последние 20 лет. Что произошло в 2000 году? В 2000 году очень важный в духовном плане важное событие. Это собор Русской Православной Церкви, на котором были канонизировали более двух тысяч святых. Это те святые, которые пострадали, это мученики за веру, которые пострадали в годы гонений в 20-м веке. Более двух тысяч. Пожалуй, ни одна церковь в мире не дала столько духовных и деятелей и святых, как русская православная церковь за последние 500 лет. Это несравнимо. И получается так, что с этого момента еще никто даже совершенно не заметил, что-то поменялось по нобике в идеологии и так далее, но Россия начинает развиваться. Американцы не успели то, что называется глазом моргнуть. Еще Обама в 2008 году говорил, что экономика России была разорвана, как тузик грелку разорвал. Разорвали американцы экономики. И вдруг и вдруг к 2020 году мы видим, что Россия не только восстановила тот потенциал, который был до 2008 года, но смотрите, если мы смотрим на экономику, на вооружение и так далее, а вооружение это показатель видимой развития экономики. Что бы там так сказать не говорили, мы не собираемся применять это вооружение против какого-то. Это оружие защиты, но не нападения. Но если мы посмотрим на то, как развивается наша военная индустрия, то мы видим, что экономика наша не просто восстановилась, но она развивается. Но, повторяю, в начале было слово. То есть в начале духовное, а потом материальное. Вот на Руси всегда так. Вот тоже обратите внимание, исторически так складывалось. Внешний враг не мог никогда победить Россию. Да, были какие-то поражения отдельные, но в итоге все равно Россия восстанавливалась и одерживала победу над своими врагами. Как монголо-татары, хотя сколько было иго, как Наполеон, как фашистская Германия и так далее. То есть внешний враг не страшен для русского человека. Для русского человека страшен внутренний враг, когда меняются идеологии, пытаются заменить ценности истинные на ценности мнимые. И вот то, что я хотел еще сказать, что когда русская культура была христоцентрична, она сильно развивалась. Россия развивалась в духовном плане, когда начиная с 18 века, в 19 значительно и очень заметно в 20 веке русская культура, так сказать, вообще политика становится европоцентричной, у нас возникают сразу большие проблемы. Александр Николаевич, как раз в продолжение темы вопрос из Вильнюса от журналиста Альгиса Каланты. Не кажется ли вам, что в российском обществе сегодня нарастает конфронтация сторон, не склонных к компромиссам? И могут ли события седой старины стать символом примирения сегодня? Несомненно. Несомненно. Ну, только дурак не учится на своих исторических ошибках и не учится в истории. Тот не знает своей истории и будет изучать чужую историю. Это, так сказать, известная истина. Поэтому всегда любое государство строится на фундаменте историческом и с теми идеями, которые исторически выстроятся на протяжении тысячелетий. Вот мы сейчас довольно-таки часто даже наш президент говорит, что нужно построить русскую идею. Русскую идею или найти, или сформулировать. Русская идея не формулируется в одночастие, она складывается исторически. Так вот, впервые русская идея была заявлена еще Эларионом Киевским, первым митрополитом из Русска, в 1038 году, когда первый юбилей был принятие христианства. Россия именно предназначена хранение православия до страшного суда. Опять же таки я прихожу к духовному. Потом она трансформируется в идею Москва-Тритий Рим, потом Москва-Новый Иерусалим во второй половине 17 века, потом в первой половине 19 века православие, самодержавие, народность, но все равно она одна и та же, православие на первом месте. То есть «мен сана инкомпери сана» когда тело здорово, бывает только когда здоров дух. Здоровый дух в здоровом теле, если точно перевести эту фразу. То есть опять же таки духовное на первом месте. И когда мы сейчас говорим о конфронтации в нашем обществе, я должен заметить, что она не столь велика, как это были в 90-е годы прошлого столетия. Да, сейчас есть, ну я бы не сказал, что это большая группа, это небольшая очень группа людей, опять же таки европоцентрично настроена в секулярном сознании, для которых в общем-то даже если мы посмотрим это в деятеля культуры, для которых православная культура это нечто пугающее, это нечто чуждое. Поэтому сказать, что это русские люди, ну вот в том историческом значении, о котором говорил, я так не могу сказать. Да, у нас всегда это была европоцентричность, в части либеральной элиты, даже можно сказать, что собственно привело и к революции, мартовской революции, февральской, мартовской революции 1917 года, так что да и в общем-то и Октябрьская революция тоже отчасти оттуда же. Так что вот этот европоцентризм, он мешает самостоятельно и самобытно развитию России. То есть вот когда Россия опирается и на свою историю, вообще Россия самодостаточна. Почему когда я в самом начале мы с вами говорили, я сказал о русской цивилизации, потому что если цивилизация, то вам больше никто не нужен, потому что вы развиваете свою самостоятельность и всё. А к вам примкнут это те, для которых ваши ценности окажутся гораздо важнее. То есть духовные ценности гораздо важнее, чем материальные ценности. Вот это нужно понимать. А цивилизация строится именно на этом, потому что те цивилизации, даже римская цивилизация, даже византийская цивилизация, почему она погибла? Она ведь погибла в роскоши. Алексей Весёлый, редактор молодёжного портала EU Network LV. А что объединяет русскую и европейскую культуру? Мы говорили о разнице, о различиях. Что объединяет? Вот такого объединения, к сожалению, сейчас нет. И, наверное, они невозможны, потому что действительно здесь происходит вот такие антиагонистические противостояния. А вот объединяло, да, объединяло христоцентризм, объединял. Потому что, смотрите, европейская и русская культуры до XVII века они были христоцентричны. И самые основные ценности – это были христианские. Затем, смотрите, XVIII век – это век просвещения после гуманизма, после гуманистов в Западной Европе стали доминировать общечеловеческие ценности. Затем в XX веке появляются общеевропейские ценности. Смотрите, были общехристианские, потом общечеловеческие, а теперь общеевропейские ценности. Но мы-то со своей русской культурой вот эти общеевропейские ценности не разделяем. То есть они нам чужды, если исходить даже из Библии. Поэтому, понимаете, христоцентризм, да, нас объединял. Общечеловеческие ценности, да, нас объединяли. А вот теперь вот эти общеевропейские ценности… А что из новых общеевропейских ценностей вас лично особенно, скажем, настораживает, что вы не готовы принять? Ну, однополые браки, все эти, так сказать, сообщества, так называемых меньшинцев и так далее. Ведь в Библии это все осуждено. И вспомните Содом и Гавморру. Неужели человечество не учится? Что такое Библия? Это учебник мировой жизни. То есть вот если вы не хотите учиться по Библии, ну так тогда будете сами допускать ошибки. И, по сути дела, это приведет к гибели цивилизаций. И многих цивилизаций. Потому что, знаете, христианская, европейская цивилизация, вы же это сами наблюдаете, она просто гибнет. Наше время подошло к концу. Мы благодарим от всей души профессора Александра Николаевича Ужанкова. И напоминаем, что сегодня у нас 24 мая, день славянской письменности. И вот рекомендации радиослушателям. На Ютубе есть очень много лекций Александра Николаевича о скрытых смыслах русской литературы, о русской цивилизации, которые мы вам очень рекомендуем смотреть. И, как сказал наш гость, сохранение культуры языка идет из семьи. Есть потрясающий цикл подготовленных маленьких мультипликационных сказок, где Александр Николаевич раскрывает смыслы русских сказок. Вот очень рекомендуем вам это показывать детям. Это был эфир в рамках проекта «Культурная линия» совместно с журналистами из медиаклуба «Формат А3». Благодарим вас, поздравляем вас с сегодняшним праздником. И всего доброго. До свидания. Спасибо вам огромное. И вас тоже с праздником. Храните культуру свою национальную. Это самое главное. Спасибо. Всего доброго. Мы знаем.